Онлайн конференции в студии портала bnews.kz Это всегда горячие темы, острые вопросы, открытый формат, прямое вещание в сети интернет, прямая линия в интернете с министрами, экспертами, банкирами, акулами бизнеса, публичными персонами. Задайте свой вопрос и получите ответ на портале bnews.kz Каждую неделю новые герои, новые лица, новые вопросы. Онлайн конференции на 3wbnews.kz Всегда актуально, авторитетно и доступно каждому. Добрый день, дорогие друзья. В эфире онлайн конференция в студии bnews. Тема нашего сегодняшнего диалога – вопросы модернизации исторической науки. И наш сегодняшний гость – директор Института Истории Государства Комитета Науки Минобразования РК, доктор исторических наук, профессор Буркетбай Гельманович Аяган. Здравствуйте. Здравствуйте. И сразу же первый вопрос. На расширенном заседании межведомственной рабочей группы государственный секретарь Марат Тажин отметил необходимость формирования новых подходов к изучению национальной истории. В том числе речь шла о старте проектирования мировоззренческой модели будущего Казахстана. И сразу же первый вопрос. Каково положение дела сегодня в исторической науке? И почему тематические подходы, инструменты нуждаются в корректировке? Вы знаете, совещание, которое было 5 июня в Астане по вопросу национальной истории, она была долгожданна. Проблема заключалась в том, что современный мир стремительно движется, и, с одной стороны, обновляется инструментарий подхода, концепции исторических школ всего мира, не только Казахстана. А в Казахстане проблема еще была отягощена тем, что, как вы знаете, в советский период мы придирались так называемой марксистско-ленинской методологией. Жизнь показалась, что она слишком узка и не отвечает современным требованиям. И совещание 5 июня, которое проводил государственный секретарь Марат Тажин, оно было переломным. Оно было переломным. И, насколько я знаю, глава государства тоже был очень обеспокоен тем, что историческая наука Казахстана на сегодня как бы не полностью адекватна и не всегда отвечает требованиям современности. И это было получено поручение вообще главы государства. Хотим, вот развернулась работа по подготовке самого совещания, в котором принимали все исторические центры Казахстана. И на сегодня вот в Казахстане 192 докторов наук и 864, конечно, кандидат наук работают в Казахстане, 1786 человек работают в школах и колледжах, а в вузах работают 1218 человек. То есть огромная армия историков, она, конечно, была... Она, как бы, все ждали этого совещания, я вот без преувеличения скажу, и решение совещания как бы оправдали все наши надежды. Был действительно дан старт, был дан старт реформе всей исторической науки республики. Причем, когда мы говорим о реформе, не надо думать, что, так сказать, это вот какие-то, скажем, такие снохшибательные, там, скажем, революционные изменения. На самом деле это вот изменения будут и в методологии изучения, и в инструментарии изучения, но вместе с тем будут вводиться новые исторические дисциплины, в котором будут использованы, скажем, не только достижения археологии, антропологии, этнографии, самой исторической науки, но будут очень большие нововведения, скажем, из генетики. То, чего раньше не было. Современная наука, она ведь шагнула вперед, вот, например, скажем, тот же Древний мир, смерть египетских фаронов. Современная европейская наука, особенно вот генетика, позволяет проследить даже причины гибели фараонов. Там, скажем, насильственная была смерть, или, скажем, естественная, или, скажем, проведение каких-либо крупных войн или побоищ. Современная наука вот позволяет использовать достижения других отраслей науки, в том числе и медицины, там, географии, скажем, и даже архитектуры. То есть, этот старт означает собой и методологическое обновление концептуальной исторической науки, но в то же время будут использоваться широкие инструментарии других наук. Как Вы уже сказали, госсекретарь также отметил модернизацию, кардинальный пересмотр терминологической, языковой базы исторической науки. Не станет ли для наших ученых это непосильной задачей, и как давно вообще назрело такое обновление? Вопрос, этот актуальный был в советский период. К сожалению, вот, я вот упомянул, помните, вот, марксистско-ленинские идеологии, методологии, и даже лексика советских историков, она, как бы, во многом отражала парадигмы вот той идеологии, скажем, вот, классовая борьба, ненависть богатым, там, скажем, бедный богатый, там, бая, феодалла, полуфеодалла и так далее, и так далее, даже сама терминология, она отвечала духу того времени. На сегодня, во-первых, ставится изменение использования более широкого спектра самих терминов исторической науки, особенно которые адекватны современности, особенно требования гуманности, объективности, во-первых. Во-вторых, очень важно, и одна из причин отставания казахстанской исторической науки заключается в том, что у нас мало ученых, которые владеют, скажем, мировыми языками. Они, в основном, владеют казахским и русским языком, а сегодня этого недостаточно. И, естественно, сейчас ставится задача, и будут, видимо, открываться курсы по изучению восточных языков, английского, конечно, как мирового, французского, и это очень крайне необходимо на сегодня. Вот буквально на днях 23 ученых выехало за рубеж. Они выехали в Китай, в Иран, в Турцию, в Россию с целью поиска, нахождения и возвращения на историческую родину артефактов, которые дают дополнительную картину древнего прошлого Казахстана, средневекового прошлого Казахстана. То есть, вот, есть лужки и вещи, которые должны быть решены. И, к счастью, вот, после совещания 5 июня начались очень такие серьезные передвижки. Это мы видим. Как человек, который непосредственно имеет отношение к обучению новых кадров в исторической науке, расскажите, как обстоит дело в этой сфере? Вообще, сама историческая наука, в прошлые годы конкурс на исторические факультеты университетов и даже педагогических институтов, он был огромный. Вы не поверите, я вот хорошо помню, до 25 человек был конкурс на одном месте, до того был, так сказать, большой конкурс. На сегодня, к сожалению, ситуация очень сильно изменилась. Во-первых, и конкурсы стали небольшие. Но самое, может быть, неприятное заключалось в том, что в последние годы университеты, ректора вузов, особенно технических специальностей, сельскохозяйственных специальностей под различными предлогами сокращали кафедры истории Казахстана. Уменьшился набор на исторические дисциплины, уменьшилось место бакалавриат и магистратуре. И Марат Тажин четко сказал, во-первых, необходимо восстановить все кафедры истории Казахстана, особенно в государственном возрасте, в крупном возрасте. Как это так, жить в Казахстане и не знать историю страны? Извините, вот я вот хорошо знаю, скажем, западную модель, немецкую, голландскую. Везде история страны, национальная история изучается в первую очередь, причем она имеет сквозной характер, начиная со школ до университетов. Возьмите Ленинский университет Голландии. Там история Голландии – это один из основных предметов. То есть весь мир и вообще мировая практика показывает, что история страны, отчизны – это как бы краеугольный камень воспитания вообще человека и нашей молодежи. А в Казахстане случилось наоборот. Под различными предлогами сокращались кафедры. Преподаватели этих кафедр были вынуждены переходить на другие кафедры, приобретать другие специальности. И на совещании было четко сказано восстановление кафедры, затем увеличение квот для поступления на исторические специальности. И самое интересное, и самое примечательное, что предполагается подготовка историков нового поколения, то есть молодых ученых, которые знают нескольких иностранных языков и обладают теми инструментами, о которых я сейчас говорил, в частности, скажем, которые знают генетику, медицинские исследования истории, скажем. С этой целью, кстати, по поручению государственного секретаря, предполагается направить уже со следующего года несколько молодых историков для изучения палеогенетики немецкие и итальянские центры, школы. Вот там в Европе данное направление более развито, конечно. То есть это вот надо рассматривать не в том плане, что только сама история пересматривается, пересматривается весь комплекс. И подготовка ученых, потом расширение базы подготовки, то есть увеличение числа квот на бакалаварят и магистратуру, потом направление зарубежных ученых, зарубежных центров. Кстати, поручено и программе Балашах тоже предусмотреть возможность направления зарубежных центров именно историков. То, чего раньше не было. оно было как-то несистемным. Сейчас всегда ставится на системную основу. Потом, значит, требуется вообще переподготовка и повышение квалификации историков, которые до сегодняшнего дня работают. К сожалению, в последнее время корпус ученых, исследователей-историков, он как бы несколько состарился в силу того, что молодежь не приходит в эту науку. Сейчас становится, ставится задача, значит, при лечении молодых кадров, потом, значит, организация системы переподготовки и повышения квалификации. В Алма-Ате и в Астане будут центры создаваться. Кроме того, в регионах очень важно, значит, поднять центры подготовки историков. Потом, самая историческая наука, советский период, как бы история, она была бы... Все науки как бы были отделены друг от друга. Сейчас ставится задача и вполне такая объективность, предзадача при изучении исторических событий использовать инструментарий, скажем, таких наук, как политология, социология, культурология, религиовидение. И, более того, значит, на сегодня, я бы не сказал, что слишком актуально, но есть проблемы изучения, скажем, религий, мировых религий в Казахстане, проблемы экстремизма и терроризма тоже имеют место быть в Казахстане. То есть это широкий спектр вопросов. И предполагается, что историки... Вообще сама историческая наука, она должна как бы расширить значительно свои горизонты и использовать достижение других смирных наук. На Ваш взгляд, в образовательном процессе подготовки новых кадров какие моменты принципиальные требуют пересмотра, может быть? Ведь, как я поняла, расширится компетентностный набор ученого-историка. Он будет знать несколько языков, он будет обладать компетенцией нескольких исторических наук, и не только исторических. То есть требуется пересмотр образовательного процесса, введение новых предметов? Нет. Есть такое понятие государственный стандарт образования. Естественно, выйти за государственный стандарт образования невозможно, да и задачи подобные не ставятся. Должна произойти внутренняя модернизация самой исторической науки, обновление тематических планов, обновление корпуса преподавателей, уже современно мыслящих ученых необходимо привлекать. Потом, значит, согласно Балонскому протоколу, есть определенные часы, скажем, модули их называют, или кредиты, которые выделяются на тот или иной предмет. И в данном случае, вот, было бы неплохо, конечно, было бы неплохо увеличить кредит, который выделяется на изучение национальной отчасти истории. Ну, это прерогатива уже Министерства образования и науки. Потом, ну, чтобы, я скажу так сказать вкратце, есть понятие преподавания истории на исторических факультетах, где история страны и вообще всемирная история, она изучается в более 40-м плане. Есть понятие неисторические факультеты, вот этот, средскохозяйственные вузы, скажем, например, или технические вузы, вот здесь важно не допустить, чтобы было сокращение часов на изучение нашей отечественной истории, истории Казахстана. И еще я добавлю, что ставится задача изучения истории Казахстана синхронизации или синхронии со всемирной историей. Не в отрыве, вот, в советский период все-таки, вот, советская страна, она постоянно себя позиционировала, позиционировала, как такая, знаете, носительница великих идей коммунизма, и было некоторое принадлежение к развитию других государств. Сейчас вот этот узкий, так сказать, узкое место должно быть преодолено, и развитие Казахстана, оно должно рассматриваться вот синхронизацией со всемирной историей. Более того, значит, будут раскрываться белые пятна, а их очень много в истории Казахстана, в частности, скажем, тюркский период в истории Казахстана, золотардынский период в истории Казахстана. До сих пор мы все-таки ограничивались только, скажем, казахской автономии после революции 17-го года, или, скажем, образование Казахстанского середины 15-го века. Сейчас предстоит расширение горизонта, вообще историческое познание, и все это, кстати, большая ответственность налагает на корпус профессиональных историков. И касаясь темы Минобразования, Марат Тажин поручил все там же на заседании разработать план написания двух базовых учебников древнейших времен до нас сегодняшнего дня и новейшей истории Казахстана. Но мы с вами знаем, что учебно-методические материалы периодически обновляются, выпускаются новые учебники. Это не значит, что внесенные до этого корректировки не в полной мере отражали новые подходы к изучению национальной истории. Это очень хороший вопрос. Во-первых, я должен сказать, что корпус или перечень учебников для школ в Казахстане в целом он отвечает духу времени. Есть там отдельные недостатки. Вот последнее НТ, которое проводилось в этом году, выявило, что практически не было обид по истории. Вот лет 10 назад там какие-то были странные вопросы, но Министерство образования и науки провело очень тщательную работу, была создана специальная комиссия. Кстати, эта комиссия работала в Институте истории государства. И все вопросы, которые выносились на НТ, они тщательно отслеживались, чтобы там не было, скажем, странных вопросов. Но другой вопрос, иногда вопросы в НТ могут быть, скажем, для развития экзаменующихся. Здесь ничего страшного я не вижу. И вот как показали в последнем событии, в общем-то вопросы по истории Казахстана и учебник по истории Казахстана довольно устойчивый. Но другой вопрос, что на сегодня до того, как бы стремительно движется весь цивилизованный мир, и до того сильны вот эти информационные потоки, что учебники должны постоянно обновляться. Обновляться, дополняться новыми сведениями. Мы не можем сидеть на учебниках, которые были написаны, скажем, 10 лет назад или даже 5 лет назад. До того стремительно все обновляются. Кроме того, значит, с каждым годом очень много данных приходит, скажем, по той же революции 1917 года, или, скажем, в участии Казахстанской Великой Отечественной войны. Там тоже много было закрытых строительств. Ну, в частности, например, судья военнопленных. И до сих пор они клеймились, скажем, однозначно, как предатели. На самом деле, вы знаете, вот за первые 5 месяцев войны попало в плен 3 миллиона 900 тысяч советских юношей. И далеко не все из них были предателями. Предателями были единицы. А сталинский режим их заклеймился как предателей. И вы представляете, как жить их потомкам на сегодня, да? То есть, даже с каждым годом, и даже в Великой Отечественной войне, не говоря там, скажем, о более древних периодах, очень много вопросов. И учебник, который сейчас готовится работать в две группы, очень серьезную группу, собранная, скажем так, Золотовый фонд казахстанской исторической науки в двух книгах. Их задача создать как бы своеобразный канонический учебник. И я вот немного, когда говорю канонический учебник, где-то во мне сидит страх, что, может быть, я, так сказать, слишком смело использую этот термин. Ну, можно назвать, скажем, базовый, если мы боимся слова канонический. Но в этом учебнике должны найти отражение все спорные вопросы. Чтобы наука, она сама по себе, она не стоит на месте. Вот дискуссия в научном мире, да? Но для широкой общественности, для детей, школьников, для студентов, мы должны дать четко, так сказать, мы должны представить базовый учебник, в котором не было бы досмысленности. Там даты, скажем, или события, должны быть четко отражены, и даны какие-то объективные ответы. Вот эта цель ставится. Группа работает на сегодня. В этом году мы работаем над разработкой самого учебника. Это очень длительный процесс. Потом, значит, к осени первые варианты учебника, если, даст Аллах, если они окажутся удачными, будут выноситься на суд общественности. И не будет, скажем, закрытости. Будет постоянно публичное обсуждение базового учебников. Не надо бояться, чтобы какой-то учебник на нас свалится с неба, и будет постоянно, значит, над ним работать. И этот учебник будет отдаваться на экспертизу крупным историческим центрам. И, кстати, журналисты тоже будут принимать участие в чтении этих книг. Кратко, если я так скажу. Какие еще задачи стоят перед Институтом истории государства в свете изменений и подходов к модернизации истории? Вообще, в Казахстане на сегодня четыре института исторического профиля. Из них три были созданы в период независимости. В прошлый период был только один институт. И на сегодня четыре института системно друг друга дополняют. Во-первых, это Институт археологии имени Рамазана Бимашевича Слеменова. Затем, значит, Институт археологии. Потом, значит, Институт востоковедения имени Рамазана Бимашевича Слеменова. Потом, значит, Институт истории и этнологии имени Чукана Балиханова. И наш Институт, Институт истории государства. На нас возложено, в общем-то, согласие с установлением правительства и изучение новейшего периода независимости в истории Казахстана. Таким образом, все эти четыре института друг друга дополняют. И все этапы отечественной истории охватываются. Институт истории государства как раз в данном случае занимает свое место в этом списке. На базе института будут проводиться и проводятся семинары, тренинги. Потом, как бы, апробируются новые концепции. Мы работаем совместно с другими институтами. Контакт у нас очень такой, постоянный общинный контакт с директорами, с учеными. Тем более, мы-то все, в общем-то, вышли из одной шинели. И вообще, кстати, я думаю, что быть историком – это одна из самых таких симпатичных и вообще прекрасных специальностей. Это вот, я всегда, когда захожу с студентом и своим магистрантом, говорю, это вы выбрали самую великую специальность. Потому что вы, как бы, как на машине времени можете кататься с Древнего Востока до современности, участвовать на Курл-Тайс, ханов Золотарды. Ну, это, конечно, шутка, я говорю. Но наше отличие от других специалистов в том, что мы можем прослеживать вообще всю историю человечества. Вот в этом красота нашей науки. О своем институте я просто думаю, что некорректно говорить, какой вот наш институт. Скажу, что это очень дееспособный коллектив, очень молодой, кстати, коллектив. У нас очень много молодых ребят. И много ребят, которые владеют, кстати, иностранными языками. На сегодня четыре человека у нас находятся за рубежом в Англии, в Китае, в России. Они выехали по программе «Балашак». Несколько человек еще готовятся. Потом мы наладили очень хорошие международные связи с российскими учеными, учеными Украины, Соединенные Штаты Америки, Австралии. В прошлом году было проведено очень два больших мероприятия. Может, вы их заметили. Это одна из них была посвящена проблеме голода в Казахстане 20-30-х годов 20-го века. И вторая конференция очень серьезная на Азербайджанской чтении, на которую были приглашены очень крупные историки, общество видов из-за рубежа. Так что работа идет. На этом мы вынуждены закончить. Спасибо, Борган Гельманович, за ответы. Было очень интересно. Мы с вами прощаемся. Вся онлайн-конференция подошла к концу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok